Сейчас все очень любят говорить и модно говорить, ну в общем-то это и правильно, про новый мир, недаром мы свой форум называем новый мир. И в связи с этим очень актуальна такая фраза, фраза Чарльза Дарвина. Выживают не самые красивые, смелые или умные, а те, кто умеет приспосабливаться. То есть те, кто умеет меняться и меняться с изменяющимися условиями, меняющимся миром, развиваться вместе с ним. Но любая абсолютно перемена сопровождается страхом. Страхом неизвестности это абсолютно нормально, это абсолютно естественно. Это защитный механизм человека, который придумала для нас природа. Ничего мы с этим сделать не можем. Не зря наш президент Сергей Куликов придумал летнюю академию. Вы, наверное, знаете, что там готовится и что там предстоит. Какие страсти, мордасти. Недаром там на логотипе стоит, на заставке стоит череп под водой скрытый. Вот это вот наши скрытые страхи, которые мы должны преодолеть. Страх это действительно нормально, совершенно это часть нашего бытия. Поэтому не нужно его отвергать, не нужно осуждать тех, кто боится и осуждать сам страх. И не нужно его отрицать. И сейчас вот я, проходя по вот этим нашим страхам, я не буду их обесценивать, и не буду обесценивать наши эмоции, вот такие, когда мы боимся. А будем их разбирать с вами на запчасти просто. Средний сетевой маркетолог по статистике всегда набирает трех человек. Средний. Почему не больше? Причина, опять же, по статистике, это именно страх. Я вам хочу прочитать кусочек поста нашего американского коллеги. Карри, может вы его знаете, у которого диабет. За первый год и четыре месяца, это в МЛМ он вообще рассказывает, я набрал всего восемь человек. Я безумно боялся быть отвергнутым. Мой лучший друг просто всегда повторял мне нет, нет и нет. Я просто не мог поверить в это. Если мой лучший друг, парень, который, если бы он мне позвонил завтра и сказал, мы продаем хомяков на обочине шоссе, где ты? То мой ответ всегда был бы да. И если даже он не сказал мне да, то как я собираюсь кого-то вдохновить и привлечь? Слава Богу, спасибо Богу, что я не сдался. Это заняло у меня некоторое время, но в конце концов я понял, что если бы я просто поговорил с достаточно большим количеством людей, то некоторые были бы так же вдохновлены и рады присоединиться, как и я. И поэтому после осознания этого я начал говорить, рассказывать и показывать всем. И вот тут, когда он начал это делать, он обнаружил интересную закономерность. Что он пишет? Я обнаружил, что чужие люди почему-то доверяют вам больше, чем своим друзьям и своим близким. И чем ваши близкие доверяют вам. Чужие люди никогда не осуждают вас за ваши прошлые неудачи. Ну, о них просто не знают, да? За ваши прошлые ошибки или ваш жизненный путь. Незнакомцы просто видят вас, видят продукт и принимают решение, основываясь на впечатлении о вас и профессиональной достоверности вашего рассказа, то есть вашей презентации. Предлагайте послушать всем, послушать именно. Вчера три совершенно незнакомых человека, с одним из которых я тоже вчера познакомился в замечательной группе Фейсбука, стали партнерами в нашем бизнесе. Это не каждый день, когда три человека решают присоединиться одновременно. Но мне очень нравится иметь трех новых человек и видеть, как каждый новый человек потенциально может вывести наше дело на совершенно новый уровень. Я убедился, единственный способ стать бесстрашным – это делать то, чего вы больше всего боитесь, снова и снова, снова и снова, пока этот страх не исчезнет. Почему я это делаю? Мне нравится делать то, что мы делаем, мне нравится делиться тем, что мы делаем, и мне нравится заниматься сетевым маркетингом. Вот такой у него пост. Это личный опыт успешного партнера, одного из миллионов. И некоторые все равно изобретают свой велосипед, и эти страхи начинают отвергать, либо наоборот бояться их и закрываться от всего. Но тут важно понять одну вещь, что главное в проблеме страха, в решении этой проблемы. Успех состоит не в борьбе со страхом, а в принятии этого страха. То есть не бороться и не сопротивляться ему, не прятаться от него и не отвергать, типа «я смелый», вот эти вот советы, типа «стань перед зеркалом и говори, я смелый, я смелый, я смелый». Ты смелым от этого, конечно, не станешь. То есть нужно сначала принять этот страх, принять это понимание, что «да, я боюсь», осознать, четко осознать, чего я боюсь, вот прямо чего конкретно, написать это, чего я боюсь. Причем, чем больше вы напишите письменно этих причин, тем лучше. Если у вас мистический склад характера, вы можете придумать какие-то ритуалы, вплоть до того, как некоторые берут, пишут, допустим, на бумаге, и потом это сжигают. Психологически это тоже очень хорошо работает, просто у каждого свои методы преодоления себя. Пользуйтесь любыми, которые вам подходят лично. И когда вы признаете вот эти вот все вещи, осознаете и признаете их, вам удастся спокойно и уверенно перешагнуть через этот страх. Теоретизировать можно бесконечно, тренингов в интернете тоже море, очень много воды, очень много таких вот клише, каких-то советов. Можно читать, я говорю, бесконечно можно читать, но многие вещи просто не работают, не помогают. Почему? Потому что идет теория, одна голая теория, но я по натуре практик, поэтому я всегда за практику. Пусть это маленькие какие-то кусочки, пусть какие-то маленькие точечные действия, но это практика, это действие. Вот за конкретику и практические шаги. Вот давайте будем разбирать сначала страхи по винтикам. Значит, страх того, ну, наверное, это самый как бы распространенный и, может быть, даже для многих самый большой страх. Страх того, что люди подумают о вас. Давайте будем разбирать вот в таком ключе. Значит, озвучиваем страх и потом озвучиваем выход примерный. Значит, страх того, что люди подумают от вас. Какой выход? Из чего складывают люди свое впечатление о вас? Первое – это ваша внешность, да, внешний вид. То есть тут сразу мы понимаем, что нужно продавать себя дорого, в хорошем смысле. Мы можем совершенно спокойно, можем управлять тем, что люди подумают о нас. Вот это нужно понять. Спокойно управлять этим в нашей власти. То есть, что люди видят, когда впервые встречаются с нами, да? Они видят одежду, они видят обувь, они видят, там, стрижку, наше лицо. Это не обязательно должен быть какой-то боевой раскрас, да? Элементарная тоналка. Если, допустим, вот у меня, например, купероз, я не могу выходить на улицу без тоналки, потому что от жары у меня становится красное лицо. Я выпью где-то бокал вина за чье-то здоровье, и я буду с красным лицом. То есть без тоналки я выйти не могу. Я помню об этом, потому что, ну, ничего красивого не будет, если я буду стоять вот такая вот. Вот эти вот мелочи и создают ваш какой-то образ. Многие там женщины вот часто думают о сумках, да, чтобы у нее была красивая модная сумка. Но при этом многие забывают, при красивой сумке, забывают про футляр для мобильного. И этот футляр похож на какую-то замызганную, не знаю чего там, тряпочку какую-то. То есть вот такие вот мелочи нужно обязательно... Обращайте внимание на других людей, что вас привлекает в другом человеке, что вас отталкивает, и перекидывайте это на себя. Тогда вам легче будет понять. То есть вот с помощью вот этих инструментов, да, вы уже будете создавать о себе какое-то мнение, первое впечатление у постороннего человека. То же самое, значит, у человека создается первое впечатление о вас, когда он вас увидел и когда он вас услышал. То есть насколько уважительно вы с ним разговариваете, насколько грамотно вы разговариваете, ахай давай там, не знаю что. Насколько профессионально вы излагаете информацию. Это не значит, что вы должны сыпать какими-то медицинскими непонятными терминами. Упаси бог, наоборот, многих это отталкивает. Меня, например, мама ругает, когда я маме рассказываю про продукт. Мама мне говорит, зачем ты мне говоришь все эти термины, я их не понимаю. Меня это только начинает раздражать, что я не понимаю. Хотя она высочайший профессионал своего класса, высочайшего класса в своей области. Она заслуженный работник культуры России. И когда она слышит что-то из другой области, чего она вообще не понимает, а ей еще говорит, это ее дочь, то, естественно, у человека возникает диссонанс. Она педагог, она всю жизнь проработала педагогом. То есть вот эти вот вещи тоже нужно учитывать. Не нужно слишком много вываливать какой-то экспертной информации. Мы должны чувствовать очень тонко. Готов человек воспринимать? Готов человек углубиться еще дальше туда? Или не готов? Или ему нужно что-то поверхностно, какие-то основные вещи сказать простыми, абсолютно доступными словами, доступными к пониманию? Помимо этого, естественно, воспитание. В чем это выражается для слуха? Это в громкости вашего голоса, в тоне вашего голоса. Вот в таких вещах. То есть увидел, услышал человек. И чего уж греха таить, и унюхал человек. Вот это первое впечатление. То есть это элементарно, это чистота и какой-то парфюм. Вот эти три вещи, этими тремя вещами мы можем создавать впечатление о себе. То есть мы уже понимаем, что страх того, что люди о нас подумают, он не такой уж и страшный. И он не неуправляемый. Мы можем этим управлять. Уже легче. Идем дальше. Страх не знать ответов и чувствовать себя неподготовленным. Очень многие боятся. Многие боятся растеряться, не найти правильный ответ, правильный термин, правильный какой-то факт. Выход. Тут выход тоже самый простой. Обучение, обучение и обучение. Бэк-офис. В бэк-офисе ответы на все вопросы. Абсолютно. И PL-офис. Даже без нас, без спонсоров, без всех абсолютно ответы на все вопросы можно найти. Но помимо этого есть зумы, есть вебинары, есть мероприятия в офисе, есть мероприятия компании, есть события компании. Для этого нужно все это посещать и во всем этом участвовать. Обязательно подписка на все официальные аккаунты компании. Вся информация там есть. То же самое. Марафоны нашей команды. Опять-таки, то же самое. И плюс к этому, всегда есть спонсор, который вам поможет. Всегда есть вышестоящий спонсор и вышестоящий спонсор. Всегда есть команда. То есть, опять-таки, страх не знать ответов, это зависит только от вас. Все это можно найти, выучить, запомнить, записать в записную книжку. Записать в ежедневник какие-то основные постулаты, сделать у себя в мобильном, если вы не можете таскать все это в руках. В мобильном есть программа, забыла сейчас название, блокнот. Я, например, все записываю туда. Не складывается у меня отношение с ежедневником и с записной книжкой какой-то. Я все записываю в мобильном. У меня там и какие-то мысли, и какие-то факты, какие-то цифры, какие-то стандартные ответы, хэштеги для публикации, пакетами, хэштег для такой темы, хэштеги для такой темы. То есть, все абсолютно вы там можете записать. Даже изображение туда можно вбить. Дальше. Страх неудачи. Вдруг у меня не получится. Тоже абсолютно практически у всех этот страх. Когда новое какое-то дело у вас перед вами стоит, новая какая-то задача, все равно у вас как бы, даже если вы смелый, если вы когда-то это пробовали, или еще, все равно в глубине души хотя бы, все равно у вас это есть. А вдруг у меня не получится. Опять-таки, в какой выход? У вас есть поддержка спонсора. У каждого из нас есть поддержка спонсора. И каждый из нас должен это помнить, что мы не одни с вами. Мы не брошенные какие-то, и мы должны сами выборактываться и находить какие-то, изобретать велосипед, да, и какие-то способы непонятные. И постоянно держать связь с коллегами. Постоянно. Не оказываться в вакууме таком информационном. И не будет у вас этого страха неудачи, потому что мы с вами чувствуем плечо друг друга. Дальше. Страх того, что скажут наши друзья или семья. Это тоже очень подрывает нас, очень демотивирует и очень-очень даже ранит. Потому что разные люди, разная психика, разного воспитания люди. Ну, не хочется говорить неприятных вещей, но бывают даже какие-то оскорбительные комментарии, оскорбительные замечания, и бывают запреты просто второй половины категорические, да. Очень бывают болезненные ситуации, действительно. Или когда вас, мягко говоря, подкалывают и смеются над вами, подхихикивают. Это тяжело переносить. И, наверное, это такой момент, с которым тяжелее, наверное, тяжелее всего справиться. Но тут нужно подходить индивидуально в каком плане. Если у вас хорошие отношения с вашей половиной или с вашими друзьями, достаточно теплые и доверительные, то вы просто откровенно можете попросить у них поддержки. Это не значит, что они должны встать с вами, зарегистрироваться и начать работать. Не такой поддержки, а попросить моральной поддержки. Сказать, что да, мне трудно, но я хочу попробовать, мне это интересно, что-то новое в моей жизни. Просто поддержи меня, чтобы мне не было так больно от каких-то слов, чтобы ты меня не ранил, чтобы мне не было обидно, чтобы мне не было одиноко, потому что ты для меня дорогой человек, ты для меня важный человек, для меня важно твое мнение и важна твоя поддержка. Попросите моральной поддержки. Если вы чувствуете, что человек гнется немножко, неупертый, а он поддается на ваши эти просьбы, то тогда вы можете зайти дальше, попросить другой помощи, уже конкретной помощи, любой, пусть это будет номинально, распечатать материалы какие-то нужные для вас, обсудить вместе дизайн вашей визитки, например. Например, человеку приятно будет, что вы спрашиваете его мнение, но в то же время это ваша деятельность, которую он пытался осуждать или подхихикивать, но он уже будет участвовать, помочь вам, допустим, сделать какое-то красивое презентабельное фото на фоне чего-то где-то, опять-таки он проявляет участие в этом, не знаю, что еще. Вот простые бытовые вещи, допустим, установить Zoom и настроить этот Zoom для проведения вебинаров, для участия в вебинарах, даже если вы можете сами его настроить, попросите вам помочь, просите помощи, попросите подвезти в офис в конце концов. Ну вот такие вот вроде бы мелочи, они постепенно человека приучают к тому, что вы имеете право на этот выбор, вы имеете право попробовать и не нужно вас за это осуждать. Каждый для себя должен найти какой-то рычаг, ну не давление, скажем так, а в чем вы можете попросить эту помощь у вашего близкого, потому что каждый из нас лучше знает своих близких. Если все-таки есть какие-то подхихикивания, замечания, еще что-то, вы можете тоже совершенно спокойно, публично, за общим столом, главное откровенно это делать. И очень доброжелательно и обратиться с искренней просьбой, попросите просто не обсуждать вашу деятельность вообще ни в каком ключе, не замечать эту вашу деятельность, если она раздражает людей. Ну бывает такое, что просто вот бесит вот так вот их это все. Попросите сдерживаться и просто не замечать. Вот как пустое место, как будто этого нет. И не обсуждать в вашем присутствии. Хотите обсудить между собой, пожалуйста, но чтобы я не слышала, чтобы вы не ранили мое сердце и мою душу, потому что мне это больно слышать. Вы для меня близкие, родные люди, и когда я вижу осуждение у вас в глазах, то мне очень плохо жить. Не знаю, найдите какие-то слова, которые могут дойти до их сердец тоже. Сложный вопрос. С близкими, с семьей сложный вопрос. Есть действительно мужья, вот если женщина приходит в сетевой, то мужья просто запрещают. У меня лично есть девушка, которой муж запретил этим заниматься, и пока она вот в таком подвешенном состоянии, хотя она очень хочет, она периодически мне звонит, задает какие-то вопросы, мы обсуждаем. Но пока этот вопрос она решить не может. Я, естественно, не лезу в чужую семью, поэтому подвис. Еще один страх. Страх, что делать? Что делать в каком плане? Что я буду с ними делать, с этими партнерами? Вот я их подписал. Что дальше? Караул. Что делать? Помогите. Все начинают лихорадочно либо суетиться, либо бросать этих партнеров, потому что они не знают, что с ними делать. Они идут дальше рассказывать, говорить новых, новых, новых. А эти остаются брошенные, потому что вам страшно их вызвать навстречу, вы не знаете, что с ними делать. Какой здесь выход? Выход такой, что у каждого из нас должна быть четко расписана схема, последовательность действий, алгоритм действий после подписания партнера. Опять-таки, APL офис, всем в помощь. 14 встреч, всем в помощь. В каком плане алгоритм? Например, встретил человека впервые или старого знакомого, спросил, что хочет ли он услышать какую-то новую информацию, интересно ли ему услышать. Получайте подтверждение. Угощайте продуктом, назначайте встречу. Опять навстречу вы его опять угощаете, рассказываете, показываете. Зарегистрировали вы его дальше, вы должны его подписать на все официальные аккаунты обязательно. Включить обязательно во все чаты. Чтобы он в любом случае, даже если он уедет в отпуск, соскочит временно, задержится, затянется, чтобы он не остался вот в этом вакууме, из которого потом его очень трудно будет вытащить. Чтобы у него мелькало в мобильном, я не знаю, телеграмм, публикации, публикации компаний, какие-то фотографии, какие-то тексты, какие-то посты партнеров. На лидеров, кстати, можно не только на официальные аккаунты, но и на лидеров можете подписать, на кого вы считаете, что вам и этому человеку будет интересно. То есть у каждого свои интересы. Одного привлечет один лидер, другого этот лидер оттолкнет. Такое тоже есть. То есть думайте, кого вы предлагаете подписаться, помимо официальных аккаунтов. Составление золотого списка. То же самое. Дальше идет. Приглашение людей попутно новых. Помощь спонсора обязательно. 14 встреч. Просто пошагово там все расписано. Изучение материала в EPL офисе. Все пошагово расписано. То есть когда у вас есть... Составьте для себя вот это вот. Просто берете бумагу и пишите, какие действия вы предпринимаете, когда у вас появляется новый партнер. Потому что если у вас это не написано, и система эта не отработана, и партнеров у вас там несколько, или первый, или третий, у некоторых даже и пятнадцатый, они не знают, что делать. И партнеры остаются, новенькие остаются как бы брошенными. Если вы не можете составить это сами, у вас не получается, или вы не понимаете вообще, вот как этот алгоритм составлять, у вас опять-таки всегда есть спонсор, всегда есть помощники. Мы можем собраться в офисе, мы же можем списаться в чатах, да, собраться в офисе, и несколько человек группой прямо, и взять, и написать для себя вот этот алгоритм действий. Можем обмениваться ими в чатах и дополнять какими-то еще... Хотя есть стандартная процедура, да, опять-таки вот эти 14 встреч, но тем не менее мы можем какие-то свои дополнения туда вносить. То есть совместная работа только приветствуется. Для этого у нас каждый день открыт офис, для того, чтобы там встречались, для этого есть зумы. То есть страх, что делать, опять-таки совершенно решаемый, ничего как бы сложного в нем нет. Просто пошаговый алгоритм действий должен быть у вас написан и всегда быть под рукой. Еще один достаточно сложный страх, это страх быть отвергнутым как личность. Здесь, конечно, играют роль и наши амбиции, и наша гордость. У кого-то не гордость, а гордыня, у кого-то эгоизм, у кого-то еще... У всех у нас эти черты есть в большей или меньшей степени. Это не значит, что мы плохие, а кто-то хороший или наоборот. У всех людей это есть. И всех нас задевают какие-то фишки, какие-то моменты или не задевают. И нам действительно страшно, когда нас отвергают как личность, когда нас осуждают, когда нас не принимают. Но тут такой момент, что мы же должны понимать, что наша личность как таковая, да, фактически, она же не зависит от всех грубиянов, от каких-то, я не знаю, там, невоспитанных людей. Точно так же можно унизить любого совершенно человека. Можно унизить по любой причине, да, за любую причину. За отсутствие денег, за внешний вид, за отсутствие социального статуса. Абсолютно любого. Это не потому, что вот вы такой, а остальные хорошие. И, то есть, любой человек может любого человека унизить, на каких бы они статусах, да, не находились. Но при этом, чтобы сбить вот этот вот, сбить эту нехорошую установку, вот эту боязнь того, что нас не принимают как личность, мы можем просто представить такую ситуацию, что вот этот человек, с которым мы боимся вступить в контакт, боимся отвержения от него, да, попади этот человек в какую-то ситуацию, где вы один можете ему, условно говоря, бросить спасательный круг и спасти ему жизнь, то этот человек вас будет боготворить. Независимо от того, какой у вас статус, сколько у вас денег, какой у вас внешний вид, вы можете быть бомжом, но он в этот момент, он будет вас боготворить. То есть, понимаете, насколько все условно и все относительно в нашей жизни. Ни в коем случае нельзя зависеть от эмоционального отношения людей к нам. Тогда у этих людей появляется вот этот мощный рычаг влияния. И мы не делаем то, что мы считаем нужным и то, что мы считаем правильным, да, мы делаем то, что как они нас регулируют, отвергают они нас или принимают они нас. Их отношение к нам – это не наши проблемы, это их проблемы. То есть, опять-таки, идем по схеме. Да, нет, следующий, да, нет, следующий. Это не должно влиять на нас абсолютно. Еще один страх. Страх вообще непонятный. Вот просто страх и все. Страх того, а что если, назовем его так, мы не знаем, чего мы боимся, но вот просто внутреннее состояние страха. Объяснить мы его себе не можем, да. Просто нужно остановиться и принять для себя вот такую позицию, такое решение, что когда это возникнет, вот тогда мы начнем это решать. Тогда мы подумаем. Тогда мы придумаем, как выкрутиться, как выйти из какой-то сложной ситуации. Или, да, тогда мы сориентируемся. В конце концов, мы можем просто отступить. Кто нам может запретить? Где написано, что это нельзя? Покажите мне, где это написано, в каких законах, в каких правилах жизненных. Мы можем просто уйти в тень. Мы можем просто отказаться от общения. Мы можем просто повернуться и уйти. Никто нас никогда не может осудить или заставить что-то сделать. Вплоть до того, что в каком плане отступить, да. Вот хороший пример есть ответа одного нашего партнера, когда в ответ на очень сильные и жесткие возражения и переходящий, может быть, даже грань какую-то, приличие, да, наш партнер сказал, а вы знаете, я думаю, что вам наш продукт не поможет все-таки. Вы не готовы его принять, и вы не готовы его понять. Но сейчас, в данный момент, но если вы передумаете и захотите узнать, пожалуйста, звоните мне. То есть он ушел, все, просто ушел, но он не порвал контакт, он не оскорбил человека, не обидел его, да, и он дал этому человеку возможность при возникающем у него желании вернуться к этому разговору, позвонить и возобновить контакт. То есть вот этот вот непонятный какой страх, просто разрешите себе бояться и разрешите себе делать то, что вы захотите в тот момент, когда что-то непонятное для вас, страшное возникнет. Вот что вы решите, то вы и сделаете, и это будет правильно, поверьте, в тот момент это будет единственным правильным выходом для вас, и вы будете всегда правы. Не надо бояться, что вдруг я буду неправ, нет. Вы будете правы, потому что это ваше решение, это ваш выход, это ваша жизнь, и вы приняли решение поступить так. Список страхов, да, можно, ну, бесконечно продолжать, потому что столько нюансов у каждого, столько разных каких-то тонких моментов в коммуникации с людьми, и именно из-за того, что этих страхов очень много, именно из-за того, что люди боятся преодолевать их, окунаться в это все, им гораздо проще отойти от этого и жить спокойно, размеренной жизнью за копейки, допустим, да, или ходить на работу годами, ездить на неделю в отпуск, ну, вы понимаете, что я имею в виду. То есть человек выбирает этот путь, главное, чтобы не испытывать эмоции негативных от возникающих каких-то страхов, да, чтобы не преодолевать, не менять себя, не учиться чему-то новому, не очень мне нравится вот эта фраза выходить из зоны комфорта, но она многим понятна, поэтому выходить из зоны комфорта, допустим, да. Нужно просто создать себе другую зону комфорта или даже, знаете, как я бы сказала, не выйти из зоны комфорта, а расширить эту зону комфорта. Почему она у вас должна быть вот такая? Где это написано? Почему она не может быть у вас вот такая зона комфорта или вот такая зона комфорта, огромная зона комфорта? Так вот вы её можете расширить, эту зону комфорта для себя. И когда мы перестаём бояться, вот именно тогда мы эту зону комфорта расширяем, Потому что мы можем сделать и это, и это, и то, и то. Мы расширили круг людей каких-то, да, мы расширили зону своего охвата. Вот эта зона комфорта тоже расширилась. Это очень-очень-очень хорошо работает, вот это вот преодоление страхов. Именно вот для того, что называют выход из зоны комфорта, для расширения зоны комфорта. Преодоление страхов именно это и обеспечивает. Для, как бы, самоподдержки, да, вот я хочу еще раз повторить вот эти три фразы, которые написал Кари у себя. Мне нравится делать то, что мы делаем. Мне нравится делиться тем, чем мы делимся. И мне нравится заниматься сетевым маркетингом. Ну, сетевым бизнесом, наверное, это звучит красивее. Маркетинг уже так изничтожили это слово, что оно на слуху в плохом, как бы, плане. Смотрите, какой выход из ситуации страхов дает один наш партнер из Германии, Ирина. Она сделала очень хороший пост по поводу страхов и описала, как бы, свой способ, которым она борется со страхами. Я считаю, что это супер работающий способ, просто супер. Я прочитаю весь пост. Когда я была новичком в сетевом бизнесе, мой мозг часто выдавал такие мысли. Хочу вам сказать, что и мой мозг выдавал такие мысли, и иногда бывает, что выдает. Я думаю, что и вас. Значит, какие мысли выдавал ее мозг? Ты обманываешь людей. Ты говоришь о деньгах, а сама их все еще не зарабатываешь. Людей пугает сетевой маркетинг. Продукт для людей слишком дорогой. Я всячески глушила в себе эти голоса, но понимала, что просто говорить себе, не думая об этом, не поможет. И нужна определенная проработка данных убеждений. Что я делаю, пишет она? Я сажусь с блокнотом и ручкой и начинаю думать над тремя вопросами. Именно они, вот эти три вопроса, помогли мне прихлопнуть своих тараканов в голове. То есть справиться с этими страхами. Вот эти три вопроса. Значит, первый вопрос. Какую пользу я несу людям через свой продукт? Очень важный, кстати, вопрос. Он настолько глубокий. Второй вопрос. Какую пользу я несу людям через свой бизнес? И третий вопрос. Какую пользу лично я несу своей команде? То есть тем людям, которых я привожу в бизнес за собой, которых я веду за собой. И пишу, Ирина пишет, и пишу по 20 пунктов каждому вопросу. Вы представляете, как это сложно? Это ужасно сложно написать по 20 ответов на каждый вопрос. Попробуйте это сделать. Вы поразитесь, насколько это сложно и поразитесь, насколько это работает. Дальше она пишет. Это было нелегко. Я потратила порядка двух часов, но сделала это. И на протяжении нескольких месяцев, ежедневно, с утра, я читала эти 60 пунктов. Проживая и проникаясь в каждую строчку, вызывала через них в себе чувство уверенности и гордости. И это давало мне непоколебимую убежденность, что то, что я делаю, полезно людям. Представляете, какой мощный рычаг она себе нашла, да? Никакой мотивации не надо. Вот, ты сам пишешь 60 пунктов. Я еще, кстати, не писала. Это вот я нашла ее пост буквально два дня назад, по-моему. Я обязательно напишу. Эти 60 пунктов – это самая лучшая мотивация, которая вообще может существовать, потому что это ваша личная мотивация. Ваша личная внутренняя мотивация. Ее не переплюнешь никому и никогда. То есть здесь что? Здесь мы понимаем, что очень важно позиционирование себя, во-первых. Потом позиционирование своей деятельности и понимание своих задач. Но при этом должна быть обязательно, должна быть внутренняя согласованность с ними. То есть то, что мы напишем на бумаге, если это не согласовано с тем, что у нас внутри, в сердце и в душе, это ничего. Это филькина грамота, оно вообще ничего не значит. Это не мотивация. Именно внутренняя согласованность должна быть внутри, вот с тем, что мы пишем. И когда вот эта внутренняя согласованность есть с тем, что мы позиционируем и как бы выдаем в мир устно, вербально, письменно, как бы там ни было. Вот тогда вот эта вот сцепка работает просто как железобетон. И то есть не просто мы должны говорить, что я помогаю решить твою проблему, а мы должны понимать и чувствовать, что мы действительно можем предложить ему путь решения этой проблемы. Вот это вот и есть и фундамент, и основа для растворения, я считаю, любых абсолютно страхов. Вот просто как дым, и страхов этих нет. Потому что мы уверены в том, что мы делаем, потому что мы уверены в продукте, мы уверены в бизнесе, мы начинаем получать свои результаты. Мы чувствуем то, что говорим, и говорим то, что чувствуем. Это самое ценное в нашей работе, потому что мы работаем с людьми, и мы должны, не только люди должны нам верить, но и мы сами должны верить себе, когда мы работаем с людьми. Вот пока у меня такой объем каких-то вот фишек по страхам. Если, кстати, вот то, что я хотела сказать, я смотрю, Олеся пришла, да? Смотрите, это то, что касалось страхов, вообще, в принципе, страхов MLM. Но у нас есть наш, как бы, страх, APL-овский. Этот страх есть, я считаю, я уверена, в принципе, можете подтвердить или опровергнуть, есть у каждого из вас. Потому что он есть и у меня, хотя я знаю продукт. И многие вещи, как бы, изучила, и во многих вещах уверена, да? И сегодня мы столкнулись с тем, что этот страх есть у Олеси. При том, что Олеся из семьи фармацевтов, сама фармацевта, она прекрасно понимает все механизмы, все, как бы, механизмы воздействия продукта на организм и вообще все процессы в организме. И тут я понимаю, что Олеся боится этого так же, как иногда боюсь и я. Как вы думаете, что это за страх? Это страх назначить, ну, не назначить, скажем так, рекомендовать большой объем продуктов. Не объем, а, как сказать, Олеся, слово потеряла, разнообразие, как бы, да? Большой объем, разнообразие продуктов. Потому что обычно как очистка, два продукта там, да? Или три продукта очистка, ну, релакс еще добавим туда. Все, зачем это? Зачем это? А у меня, я, то же самое я пришла, вот Наташа не даст соврать. Я пришла и сказала, зачем мне альт? У меня нет никакой аллергии, не нужен мне ваш альт, я не аллергик. Потом я убедилась, что он мне необходим. Точно так же многие люди говорят, а зачем мне этот продукт, а зачем мне вот этот, а вот это мне сто процентов не нужно. И мы боимся, что нас люди, ну, как бы, не попытаются уличить, а не дай бог подумают, что мы им хотим просто втюхать, да, завалить их этим продуктом и втюхать то, что им не нужно. Так вот, откуда этот страх опять идет? От неумения, ну, в основном, потому что вот я умею объяснить, но у меня все равно этот страх где-то в глубине, он с собакой там все равно ковыряется. От неумения объяснить четко, почему этот продукт вам нужен. То есть нам нужно просто, опять-таки, вот хоть на бумажке напишите себе, почему мы назначаем, рекомендуем, вернее, такой разброс разных продуктов. Организм это огромная сложнейшая система, система, состоящая из других систем. И нельзя лечить одну точку в организме, не запустив какие-то восстановительные процессы во всем организме, да. Что мы можем там наладить в каком-то углу нашего организма, где-то, не знаю где, если у нас нарушено капиллярное кровоснабжение или и капиллярное, и лимфатическое. Значит, нам нужно восстановить лимфоток и кровоток для того, чтобы… О какой очистке может идти речь даже? Вот многие начинают с очистки, да. О какой очистке может идти речь, если у вас лимфоток и кровоток не очень хорошие? Если у вас отеки, если у вас там та же ангиопатия нижних конечностей, если у вас судороги из-за сосудов, если еще какие-то причины есть. О чем может быть речь? О какой очистке, о каком восстановлении чего-то, о каком убирании боли, условно говоря. То есть нам нужно запустить во всем организме какие-то регуляторные процессы восстановительные, а для этого нужно действовать по всем системам, чтобы все системы постепенно начали запускаться. Поэтому мы и рекомендуем и слайд, и стоп, да, потому что мы знаем, что слайд это все соединительные ткани, там кости, кровь, лимфа, хрящи, все абсолютно. А люди удивляются, у меня не болят суставы, зачем мне слайд? То есть вот такие вот вещи, опять-таки, вот с таким страхом, вот типично нашим и пиэловским, мы можем справляться только знаниями вот этой информации, только аргументами, против которых человеку нечего будет возразить. Потому что, да, так оно и есть, это каждый понимает, но озвучить это нужно обязательно, потому что человек, не услышав этого, ну, он просто как бы не задумывается о таких вещах. Ну, вот, пожалуй, пока все по страхам. У кого какие страхи есть, с которыми вы справились, например, сами? Олеся сегодня вот может начать нам, как она, рассказать, как она сегодня справилась со сложнейшей беседой и со своим страхом? Ну, справилась я, спасибо огромное, с вашей помощью. Да, вот эта фраза очень правильная, с этим страхом нужно смириться, с ним нужно научиться жить, его нужно принять. Правильно, он у всех есть, и я соглашусь с тем, да, я вроде все понимаю, знаю прекрасно, что невозможно восстановить что-то в одном органе, и тогда чтобы весь механизм заработал в совокупности. Понимаю, очень я переживала, но благодаря Галине, пообщавшей с ней, когда я уже подъехала туда навстречу, настолько в душе наступила уверенность в том, что я, вот как из вашего монолога, да, вот сегодняшнего вот этой девушки, что я несу, да, человеку этим, что я хочу ему предоставить, чем я хочу поделиться, и на самом деле в один момент я просто поняла, отчего я боюсь? Я хочу помочь от души? Я хочу рассказать о благе? Я хочу поделиться чем-то новым, полезным, интересным? Зачем этого бояться? Человек не захочет, он мне скажет, нет, я не хочу, идемте дальше, мне это неинтересно. И когда ты идешь с вот этим настроем, то этих лишних вопросов, их просто нет у человека. Я просто села, я просто разложила по полочкам, и это было недолго, это было 10 минут. Мне ни слова не сказали. А зачем это? А зачем-то она только посчитала. А, да, все надо? Точно? Я говорю, точно все надо. И просто обрисовала ситуацию, для чего это надо? Все. И этот страх, он просто ушел. Я понимала, что я делаю правильно. Человек согласился, сказал спасибо, я жду посылку, будем на связи. Поэтому не бойтесь, на самом деле мы несемного. Теперь, идя на подобную беседу второй раз с кем-то человеком, скажи, у тебя уже будет меньше вот этого вот мандража, правда же? Конечно. Потому что ты через это прошла, ты прочувствовала это. Я беседовала с клиническим психологом по поводу страхов, и она мне сказала такую вещь. И ее, ну, я, наверное, на 100% все равно я не поняла это хорошо, потому что это очень такая, очень глубокая вещь. Она говорит, научись получать удовольствие от своего страха. Я говорю, как я могу от страха получить удовольствие? О чем ты говоришь, говорю? Она говорит, получай удовольствие от этого, ты должна хотеть испытать этот страх. Ты должна хотеть испытать вот это вот чувство, которое тебя пугает, прочувствовать его каждую, каждое зернышко, каждый кусочек вот этого вот чего-то темного, страшного. Ты должна желать этого. И когда ты этого желаешь, когда ты захочешь это, у тебя не будет того страха, ужаса у тебя не будет, потому что ты уже хочешь это почувствовать. Каким бы оно ни было, ты хочешь его почувствовать, исследовать его, попробовать его на зуб, попробовать его на вкус, ощутить, переварить, да? Вот это, как бы попробуйте понять то, что я вот сейчас сказала. Это действительно работает. Я очень долго пыталась вот это почувствовать, и мне это в какой-то степени помогло. Я как раз тогда пошла на курсы Гандапаса по публичным выступлениям, и я не знала, как я себя преодолею, потому что там нужно было снимать себя на видео и отсылать им это видео публично. Там все люди, там, я не знаю, несколько сотен людей на курсе, все видят, все могут обсуждать это, делать тебе замечания, там, писать что-то, помимо кураторов. Это ужасный стресс был, просто ужасный. Для человека, который не любит публичных выступлений, никогда этого не делает, и ему это не нравится, и для него это огромный стресс, это страшно, это трудно, и от этого хочется спрятаться. Но если я с этим справилась, то с этим любой справится, по-моему, потому что насколько у меня панический страх доски был со школы, просто панический, я могла наизусть вызубрить любой абсолютно урок, но когда я подходила к доске, у меня просто вот забрало-падало, и абсолютная пустота в голове, просто стерильная, объяснить это невозможно ничем. Вот какие-то психологические зажимы, какие-то личные какие-то фишки, не знаю, откуда это идет, но вот тем не менее так работает. Но даже вот в возрасте это можно преодолеть, вот такие вещи, просто нужно не прятаться от этого, как я всю жизнь пряталась, и не-не-не-не, это не мое, не мое, не мое. Вот, это все очень хорошо работает. Я хочу привести в пример, знаете, что кто читал Фихтвангера? Ой, боже, вылетело. Кто со своими страхами боролся? Боже, ну что ж, я забыла. Никто не подскажет. Гоя, Гоя, путь познания. Так вот, у него были страхи такого плана, да, как видения, какие-то панические вот такие вот вещи. И как он с ними справлялся? Он просто начинал вглядываться, мысленно, естественно, да, вглядываться в этих монстров, в эти галлюцинации свои. И как только он решил вглядываться в этих монстров, как только он решил их исследовать и попробовать на вкус, на запах, мысленно их трогать, мысленно смотреть им в глаза, они стали исчезать и растворяться. И он справился с этими страхами, с этими монстрами именно таким способом. Пока он от этого убегал, уходил и прятался, они его просто подавляли и уничтожали. Как только он решил пойти навстречу, смотреть ему в глаза и исследовать их, как они выглядят, чтобы их нарисовать, и стал их рисовать, вот тогда они стали пропадать. Замечательный способ борьбы со страхами. Есть еще у кого какие-то фишки, свои замечания, какие-то истории интересные по поводу страхов? Или вам страшно? Страшно. Страшно, Фильба? Ты у нас смелая женщина. Вот как ты уволилась, это история уже, конечно, нашего РЦО. Тоже бы ты преодолела. Я вам божество. Спасибо. Ну, я думаю, что... Ну, интересно, если у вас страхов нет, если все смены... Я думаю, что у нас страх еще звонить. Да, наверное. Часто мы откладываем, думаем, вот позвонить человеку и придумываем себе. Какие-то отговорки. Не сегодня, не сейчас. Давай следующий раз. Я думаю, что у каждого из нас такое есть. Ну, смотри, опять-таки, его можно разложить на запчасти, этот страх. Почему мы боимся звонить? Мы боимся возражений, мы боимся отвержения. Да, чего мы боимся. Если ты разложишь вот этот страх, чего ты боишься, и что случится, если тебя даже отвергнут или скажут нет, то ты поймешь, что по итогу ничего страшного фактически не получается. То есть мы забываем то, что любой наш страх можно разложить на кусочки. Написать его, осознать, вот конкретно прямо расписать, чего мы боимся, а потом написать, что будет, если это случится, что произойдет. И когда нам нечего будет написать, то мы поймем, что этот страх вообще выеденного яйца часто не стоит, потому что у нас не будет ответа на вопрос, что произойдет, если это случится. Что страшного произойдет, да, или что там принципиально важного для нас произойдет. То, что человек повернется и уйдет, и не захочет нас слушать, вот это вот что ли? То есть ничего не случится, мы не умрем, не заболеем, ну я не знаю, какие еще примеры привести. То есть способ записывать все и расписывать на запчасти, раскладывать, да, он очень хороший, он очень работающий. И плюс вот этот вот, ответить на вот эти вот вопросы, если вы их записали, если не записали, я могу еще раз повторить, запишите их, если кто-то хочет. И ответьте по 20 ответов на каждый вопрос, и я считаю, это очень круто. Я обязательно отвечу. Да, да, да. Да, девчонки, я бы хотел добавить, рад вас слышать, не видел, 3 месяца соскучился, вот сижу и смотрю, какие вы уже профессионалы. Все аналоги, становитесь каждым днем. Сергей на связи, Сергей Гамбург. Очень прослушал, тема классная, я как бывал из Сетевик, только сейчас ленивый. У меня страхов не было и нет, есть лень. Но эта тема другая, это личная тема. Маленький совет, ну от меня это не противоречит, может, вашим всем изречениям. Все это хорошо, когда есть такое выгорание. Может, знаете, до встречи, у нас термины называют, человек выгорает. Вот эти вы пишете 20. Человек пока их напишет, пока ответит, подготовится, он выгорел. И он идет энергетически истощенный на встречу. Я просто поделюсь своим опытом. Мне вообще в кайф всегда было идти на встречу. Я вообще не боялся, я мог спонтанно сделать встречу, я мог позвонить. То есть для меня это нет проблем. Но мне когда-то один хороший знакомый, он такой, он выступал очень часто, бывший профсоюзный деятель, они же вообще ничего не боялись. Он встает хоть с любой ситуацией, они говорили, что про коммунистов, ВСС, ПС и так далее. Но я вообще не думаю, если честно, у меня встреча за полдня или за день. Я забываю, игнорирую полностью переживания, что он сказал. Я вообще о нем не думаю. Единственное, когда я иду и захожу, я вижу, человек насторожен. Я просто про себя, ну, всегда так говорил, говорю, встреча будет прекрасная, победа будет за мной. Все, как 9 мая, понимаете? И человек видел, что-то пришел, улыбается, что-то там разговаривает, никакие вопросы ему не наводящие, не стоящие. Сначала зацеплюсь, что ему нравится, спорт, ну, такое, буквально коротко. А потом, о чем вы все говорите, давай я тебе расскажу, у тебя косточки хрустят или что-то такое, чтобы зацепить его, что я от нем знаю. И тогда я полностью расслаблен, никаких у меня вообще комплексов нет. Только единственное, я всегда пресекаю, если он начинает рассказывать, как он вчера хорошо куда-то побухал или что-то такое там, да, я говорю, не-не-не, извини, у меня вот времечко есть, давай-ка я тебе расскажу, как ты можешь быть моложавым, как ты можешь там туда-сюда, и, ну, в общем, в этом плане. Упала связь у Сергея? А? Алло? Что, Наташа? Алло? Да все слышно, все слышно, Сергей, слышно, все нормально. Да, слышно, слышно, отлично. Кто-то спросил меня, я что-то не расслышал, да, или что нет, да нормально. Нет, все хорошо, Сереж, продолжай. Поэтому, девчонки, ну, совет от Сергея Черевика, не настраивайтесь, не надо этих 20-30, выгораете, выгораете. Ну, я не, как я по себе знаю, человек выгорает просто и приходит, а энергетически, особенно вампиры, вот бывают люди тяжелые, это не люди тяжелые, это просто есть энергетические вампиры. И когда человек выгорел, они проникают сразу в вас, и вы чувствуете... Да, Сереж пропал сейчас. Ну, не слышно его больше. Да, я думаю, что Сережа, может быть, не понял 20 ответов не человеку, а 20 ответов самому себе на вопрос, что я несу людям. Не-не, он понял, он понял, он на другом... Не-не, он понял, хорошо. Он понял, я сама вот с ним согласна. Слышно меня, да? Да-да-да. Да, я с ним согласна, потому что ты завязаешь вот в этом, в этих ответах. Это совершенно не нужно, мне кажется, не-не-не. Это вот чистое копание, оно действительно вот ты выгораешь, пока ты вот это вот все продумаешь. Я знаю эту методу, вот я слышала о ней, но мне кажется, это бесполезно. Вот 20 ответов на один поставленный вопрос, что я несу этому миру. Вы меня извините. Времени не хватит вообще там жить и работать. Вот. А в отношении страхов, вы знаете, что я вам скажу? Обычно у нас возникает два страха. Это, что у нас дорогой продукт, и что его не знают и не понимают. Вот чем хорошо работают там американцы, Европа, да? Они привыкли заботиться о себе, они заботятся о своем здоровье, они приобретают разные БАДы испокон веку. Мы, наш народ, не привык о себе заботиться. И когда ты говоришь, начинаешь говорить о том, что ты позаботься о себе, и вот на днях совершенно был у меня такой случай. Ой, я не могу это приобрести, потому что мне нужно купить сумку, я там куда-то уезжаю, у меня там сумасшедший бизнес, я вся такая в запарке, и пока это вот до этого, я потом вот приеду, вот потом я это приобрету. А то, что ты вся в запарке, да, что ты не спишь ночами, что ты вся издерганная, вот человек об этом не думает. И вот это вот, я все время думаю, как донести, как научить наших людей, чтобы они понимали, что это жизненно необходимо. Уже, казалось бы, поставили нас перед фактом, да, уже и пандемия есть. Ну, уже подумай о себе. Ты не думаешь о том, что ты можешь свалиться там через каких-то там пару дней, да, ну, хотя бы как-то о себе, нет, ой, это дорого, и начинаешь объяснять, а что такое палка колбасы, которую ты купишь за 4 столей, или это там релакс, который ты приобретешь для того, чтобы ты спал спокойно, жил спокойно, или мэлс, который необходим, чтобы прочистить твои все канализационные трубы, так грубо выражается. Вот не понимают люди. И вот эти вот страхи, каждый раз вот сталкиваешься с человеком, и ты думаешь об одном, он сейчас скажет тебе, это дорого, и вообще это фигня. Вот, то есть они не понимают, вот наши люди, они не понимают ценности своей жизни. Из-за этого у нас вот это колебание, звонить, не звонить, а теребить и не теребить, а как вот так вот красивенько уйти от вот этих всех разговоров. Все остальное, это материал, мы все знаем, изучаем, сами на себе попробовали. Но вот эти два страха, непонимание ценностей и дороговизна, вот останавливать, хоть ты убей. И вот ты полтыкаешься. Да, поэтому и рекомендуют, когда вы проводите первую беседу, не рассказывать ничего, потому что сразу начинаются возражения, и сразу начинаются наши страхи и так далее. Какое-то углубление, они не в ту степь, мы постоянно уходим. Почему и говорят, что первый разговор должен длиться две минуты. Все, вам просто нужно пригласить человека на встречу. А когда человек согласился уже прийти на встречу, то он уже готов слушать. И он придет в офис, придет на встречу, либо придет в Zoom, и он уже будет слушать и будет задавать вопросы. А если за две минуты разговора человек не дал вам согласия на встречу, то все, да, нет, следующий. И тогда мы не расстраиваемся так, да, тогда для нас нет этой травмы, отказа какого-то или осуждения или еще чего-то. Мы не должны уговаривать его, упаси Господь. Мы ему предлагаем. Почему говорят? Говорите всем, рассказывайте всем. Это не значит, что мы должны позвонить и полчаса рассказывать ему. Нет, мы должны позвонить каждому на две минуты. Всем на две минуты. И предложить, и пригласить. Все. Вот в этом фишка. То есть мы каждый раз забываем и начинаем рассказывать на полчаса, там, ой, такой продукт, ой, там, не знаю что. И получается это с первого раза. Первый разговор должен быть две минуты. Пригласить на беседу. И если человек дал согласие, то он придет на разговор и будет слушать. И он уже вас не обидит никогда, да. Никогда он нам не отмахнется от нас вот так вот. Даже если он придет на встречу в офис и не захочет регистрироваться, покупать, участвовать в бизнесе. Даже если он не захочет, он все равно уйдет красиво. И вы, как бы, никто из нас не будет себя чувствовать каким-то уязвленным, да. Ну, Галла, мы сейчас говорим просто про страхи, да. Я так думаю, что этот страх, он присутствует у всех. Вот. Все остальное, все, что ты сказала, это правильно. Но вот эти два основных, то, что ломает тебя. И ты думаешь, ну да, хорошо, я сейчас начну говорить. Но внутри, вот это внутреннее состояние, что ты понимаешь, да, товар дорогой. Да, ты понимаешь, что не хотят думать о своем здоровье. И ты вот из подваль начинаешь вот заезжать, подъезжать под него. Конечно, две минуты ты говоришь, две минуты. Две минуты ты не укладываешься. Вот, и ты вот, а вот это вот два основных кита, на которых все стоят. Вот сейчас любого спроси, кто сидит у нас в зале. Вот любой тебе скажет, да, дорого и непонимание значимости того, что это нужно для твоего здоровья. Не понимают люди. Но ничего, по-другому мы двигаемся. Да, конечно, конечно. В Молдове огромная разница между тем, как мы начинали. Я четыре с половиной года, девочке уже пять с половиной лет. Пять с половиной лет назад продукт пришел в Молдову. Вообще никто не знал. Все подряд смеялись. Ваши конфеты, ваши леденцы, да не смешите ваши сосалки, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Конечно, сейчас легче. Совершенно любое отношение. Намного легче. Легче, легче. Ты спрашиваешь, да, мы что-то слышали. И они уже начинают слушать тебя немножко с интересом. Потому что они слышали там, слышали там. И вдруг ты звонишь, да. И они уже с другим интересом слушают. Помимо этого, у нас теперь арсенал инструментов огромный. У нас есть и сертификация, и в рейтингах мы в мировых, да, везде. У нас есть цифры. Ну да, да, да. То есть это очень много значит. Значит, поэтому и дальше мы будем двигаться все больше и больше. Этих страхов будет меньше и меньше. Ну вот такого рода, да, что не знают продукты или что дорого. А вот личные страхи, тут уже, конечно, наша личная тяжелая работа. Да, да, это что значит, это называется перешагнуть через себя, чтобы начать разговор, да, как обычно мы, да. Вот давайте познакомимся. Женщина, давайте познакомимся, да. Вот. Или мужчина, давайте с вами познакомимся. Ты же не можешь так подойти и сказать, правильно? Вот у тебя есть этот страх вот первого шага. Ну, сделал шаг, ладно. Вот. А все остальное уже, конечно, оно перекладывается. Ну, весело живем, короче. Да, хорошо. Есть еще у кого-то что-то или будем заканчивать? Мы уже немножко больше часа даже. Мне кажется, что очень часто нам в жизни мешает преодолеть наши страхи, потеря чувства юмора. Мы, бывает, настолько напряжены. Вот. А есть такие техники, называется техника Симарон. Очень это была семья, муж и жена Симароны, которые придумали технику, как можно посмеяться над самим собой. Как можно посмотреть вот в глаза неудачи, там, как с ней справиться. Вот, наверное, в такой работе тоже неплохо бы эти техники знать. И когда мы идем на какую-то встречу или хотим вот с кем-то поговорить, мы должны действительно первое, что сделать, снять с себя напряжение. Потому что это напряжение чувствуется. И быть самим собой. Вот. И еще вот в таком случае, наверное, тоже очень большую роль играет в одушевлении. Вот это невысокопарное слово. Вот. Нужно как-то вот настроиться. Вот так вот просто. А ну да, я позвоню там. А ну да, я поговорю. Ну вот оно не сработает, потому что нужно как-то вот собраться. Нужно вот включить в себе вот эти вот все механизмы убеждения. А это первое. Это действительно уверенность в продукте и знание продукта. Если мы не будем знать песню, слова из песни, мы ее не споем. Поэтому, наверное, очень-очень важно. Хотим мы рассказать про маркетинг, мы должны его просто сами знать. Как таблицу умножения. Чтобы любой вопрос не бояться. Потому что очень часто бывает, некоторые что-то еще недоизучили и думают, вот мне еще чуть-чуть надо, там вот я еще вот это изучу, я потом смогу. На самом деле, это же бесконечный процесс обучения. И конца и края этому не будет. Но если вот мы уверены в том... Вот смотри, Гайя, вот ты раньше так... У тебя не было столько уверенности в том, что ты сможешь донести про продукт, к примеру. Сейчас, мне кажется, тебя ночью разбуди. Ты знаешь, все абсолютно, все. И тебя уже... Ну никто ни на чем абсолютно не... Вот теперь вот Олеся уже пришла к этому потихонечку. Но это ведь приходит с тренировкой. И если мы будем тренироваться вот на наших нет, мы же еще не собираем. Вот копилку нет. Нет, 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 нет. Четыре-пять нет. Вот будет пятое, да. И вот мы и не тренируемся, потому что мы боимся немножко. А если вот этот страх убрать, страх получения нет, ну просто действительно его не бояться. Но мы не должны этого бояться, если мы знаем продукт и знаем то, про что мы будем говорить. И верим в это. Вот мне кажется, столько времени, сколько у нас продуктов в Молдове, сколько мы знаем результатов, уже уверенности у нас просто выше крыши, как говорится. Мы все же знаем, как это все работает. И здесь уже никто не переубедит. И, наверное, если человек слышит, что ты воодушевлен, что ты веришь, и ты знаешь, про что ты говоришь, значит, он не чувствует никакого подвоха. И если сказать, я знаю, что тебе это надо, я знаю, что тебе это нужно. И, наверное, еще иногда бывает, вот люди пугаются, когда мы их заваливаем большим количеством продуктов. Они не понимают, зачем. Человеку нужно дать, наверное, действительно для начала один продукт, может быть, там тот же релакс, да, или тот же слайд, стоп, там два продукта, три продукта, чтобы он понял, как это работает, и чтобы он сам уже захотел еще вот вкладывать в это, инвестировать в свое здоровье и так далее. Да, это бывает, что... Наташенька, это при условии, если он не приходит, решить какую-то свою проблему. А вот как сегодня с Олесей получилось, что человек пришел к ней со своей проблемой. достаточно сложной проблемой. И мы понимаем с Олесей, что, назначив, рекомендовав ему там три продукта, мы эту проблему ему не поможем решить. И нужно назначить, рекомендовать нужно много продуктов. И вот поэтому вот мы обсудили сегодня этот страх. То есть, когда человек приходит с какой-то сложной проблемой, то приходится рекомендовать много продуктов, просто нужно уметь объяснять, почему это, чтобы человек понял это. А если человек приходит на бизнес или просто попробовать продукт, то тогда, да, абсолютно ты права. Я с тобой согласна, не нужно там наваливать много. Достаточно дать те продукты, порекомендовать взять те продукты, которые дадут более явный результат. Релакс, слайд-стоп и там еще какие-то. Ну, в зависимости от человека. Абсолютно согласна с тобой. Ну да, потому что один из страхов, там вот есть целый список большой, какие тут у нас бывают страхи, да. Один из страхов – страх ответственности. Вот если этот страх нас не будет преследовать, мы же ведь берем ответственность на себя, правда. И очень многие вот боятся ответственности и чуть-чуть… Ой, можно, можно я про ответственность тебя перебью секунду? Вот у меня как раз этого страха нет. И нет благодаря двум вещам. Во-первых, благодаря тому, что я изучила за эти четыре года, просто вот я ковырялкин, не дашь соврать, да, Наташа, как мы с тобой глубоко копаем везде. Это первая причина. А вторая причина – это то, что наш продукт абсолютно безопасный, начиная от младенца, беременных кормящих и заканчивая каких-то медикаментозными назначениями можно совмещать. То есть вот это вот дает огромную уверенность. И у меня нет страха ответственности, потому что я знаю, что что бы я ни порекомендовала человеку, вреда это никогда не принесет. Вот, это просто, я считаю, супер. Ну вот недалеко отходя, вчера буквально была вот у нас одна беседа, беседа, и был вопрос о сахаре. Да, тот человек пришел услышать от меня, что я беру ответственность за свои слова и убеждаю в том, что сахар в драже не вреден. И она несколько раз твердила, там мы хотели еще ей что-то рассказать, и она говорит, я хотела вот это услышать. А я вообще не боялась ее убеждать в том, что наш сахар в драже абсолютно безвреден. А ведь я с полной ответственностью, я вообще не боюсь ответственности даже за 100%, не знаю, 300%, что сахар в наших драже безвреден. И вот мне кажется, что с этим вопросом очень многие столкнутся. Если человека завалят на первом свидании и спросят про сахар, и он запнется, не будет вот уверенно говорить, что этот сахар не вреден абсолютно при любой ситуации, при любой болезни, что бы там ни было у человека, он не вреден. И когда вот ты себе говоришь это с 100%, с 200% уверенностью, и ты уже обосновываешься на фактах, то ты можешь этого вообще не бояться. И человек ушел спокойный, все, спасибо, я вот теперь уверена, я знаю, что я буду делать. Иногда бывает вот именно вот взять на себя ответственность и 100% убедиться. А у нас иногда бывает бояться, бояться взять на себя ответственность за свои слова. А вдруг я говорю, а вдруг это не так, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Вот этих вдруг уже не должно быть 10 лет компаний, все. То есть вдруг только от незнания лично человека, только от незнания. Если у вас есть информация, да, если мы знаем про сертификацию, про все детали, то у нас уже этих страхов нет, правильно, Наташа? Да. Опять-таки это только от человека зависит. А мы всегда на связи, мы всегда на подхвате, мы всегда поможем, мы всегда поддержим, мы всегда объясним. Поэтому никто не должен себя чувствовать в каком-то беспомощном состоянии, что ему будет трудно или непонятно что-то. Потому что мы все всегда друг другу можем все объяснить, помочь, подсказать, провести ту же беседу. Вообще нет проблем с этим, поэтому никому бояться этого не нужно. Наташенька, будем заканчивать, да? Уже, смотрите, полтора часа мы сидим. Спасибо всем большое. Благодарим. И мы тебя благодарим, и всех благодарим за информацию. Спасибо вам большое. Спасибо, я выключаю запись, да.